У каждого человека есть свои личные парфюмерные фавориты, которые он готов носить днями и ночами. У меня, разумеется, тоже. Поэтому сегодня я представляю свой личный топ мужских парфюмов, которые навсегда прописались в моей коллекции. Здесь будут и не так уж растиражированные парфюмы и бестселлеры парфюмерных магазинов, которые влюбили в себя не только меня, но и огромное количество людей по всей планете. Или может быть это всего-навсего много шума из ничего? Пока идет заставка, у вас есть пару секунд, чтобы подписаться на мой канал и поставить лайки. Ну что, пробили в колокол? Тогда начинаем! Меня зовут Дима, вы на моем парфюмерном канале Колонь, я вас приветствую! Тема эксклюзивности в парфюмерии, безусловно, завораживает и создает немалый ажиотаж вокруг себя. Достаточно сообщить своим клиентам, что тот или иной бутылек будет продаваться эксклюзивно, ну, допустим, в парижском бутике. Его быстро сметают с прилавка, как поклонники бренда, так и ценители, заикарить аромат с приятным путешествием в какой-нибудь город. Киллиан – один из тех брендов, который не мог отказать своим клиентам в подобном удовольствии. И в 2016 году выпускает интереснейший гурманский аромат, посвященный открытию своего парижского бутика «Нуар Афродизиак». Киллиан Хеннесси в сотрудничестве с парфюмером Келлис Бейкер решил воплотить очень интересную идею в аромате – создать парфюм, который бы олицетворял притягательный образ ночного Парижа, будоражащий сознание всех тех, кто попадает в его романтические сети, сплетенные из фонарных отблесков, витрин и лунного света, пробивающегося сквозь деревья. Бутик Киллиана в Париже находится на улице Камбон, настолько знаменитый, что о ней не знает, но только ленивый. Именно там можно прогуляться по самым дорогим и модным местам, посетить галереи и выставки. Именно на этой улице жила сама Габриэль Коко Шанель, и там же находится ее знаменитый бутик, где прошел ее дебютный показ от Кутюр. Но сейчас не об этом. Киллиан не был бы Киллианом, если бы не подмешал изрядную долю секса во все это великолепие изданий в стиле неоклассицизма, истории и притягательности люкса. По его задумке, аромат, посвященный его парижскому бутику, должен пахнуть несладким шоколадом в специях и цитрусах на глубокой базе из дерева, сквозь которую сочится дорогой коньяк прямо из погребов его семейных хранилищ. Именно так я слышу Нуар Афродизиак со своей кожей. Терпкая плитка темного шоколада с вкраплениями сушеных цитрусов и корицы. Но не той, что мы привыкли слышать в булках, а именно сухой завиток, настоящий, придающий слегка свежий нюанс. Даже не знаю, как его назвать гурманским, ведь он практически лишен сладости. В сердце аромата чувствую коньячные оттенки, которые все ярче проступают, когда аромат усаживается на кожу. И этот крутейший бленд из шоколада, специй и алкоголя в конечном итоге действительно действует на меня просто гипнотически. Не смогу гарантировать, что в этом аромате девушки слетятся на вас, как пчелы на мед. Однако этот шоколад точно подарит вам и окружающим чувство загадочной притягательности и сексуальности на каком-то, ну я не знаю, мозжечковом уровне, пробуждая самые смелые желания. Ну не могу, ну Киллиан, ну вот, ну как он это делает? Клайв Кристиан уникальный люксовый бренд, расположенный в Англии. Он объединяет в себе несколько компаний, насчитывающих уже более 100 летнюю историю и отличается своей великолепной, роскошной продукцией. А знаменита она тем, что вошла в книгу рекордов Гиннесса как производитель самых дорогих тухов в мире. Обожаю все эти легенды, сейчас и вам расскажу. Все началось с Уильяма Томпсона, который начал свою историю с бренда Crown в 1872 году в Лондоне, выпускавшие корсеты и кринолины для женщин. Как мы помним, из-за тугих корсетов женщины часто попадали в обмороки, и Томпсон решил создать заодно и нюхательные соли. Позднее им и его потомками было выпущено более 50 женских и мужских ароматов. Среди преданных клиентов фирмы в разное время были и королева Виктория, и императрица Елизавета, Чарли, Чаплин и многие другие. В 1880 году фирме присвоили логотип, изображающий корону, как знак особого расположения королевы Виктории и символ безукоризненного качества их парфюмерии. Именно этот герб впоследствии стал венчать эти флаконы в виде крышки. Однако история мировых брендов полны взлетов и падений. Так случилось и с Crown Parfumery. Несмотря на монаршую любовь, марка разорилась. Возродилась она только в 90-е годы 20 века, но не смогла побить успех своих предков. Но, как известно, чаще всего в судьбе определяющую роль играет случай. Купив особняк в Лондоне, члены семьи Клайва нашли антикварный флакончик из зеленого стекла, в котором когда-то был парфюм фирмы Crown Parfumery. По воспоминаниям самого Клайва, этот найденный флакончик благоухал каким-то невероятным ароматом, что и сподвигло его на интересный ход. В 2000 году Клайв приобрел эту старинную почтенную английскую фирму, возродив ее из пепла. А парфюм под названием 1872, посвященный году основания бренда Crown, упакованный в зеленый флакон, является одним из бестселлеров марки и часто обзаводится фланкерами. Но сегодня я хочу поговорить про аромат X для мужчин, созданный великим и ужасным Гезой Шойным в 2001 году задолго до своих знаменитых молекул. Это один из первых ароматов марки, призванный выкрутить мужественность на максимум. Этот ориентальный фужер пахнет довольно абстрактным деревом и специями. Ярче всего для меня звучит паприка, кардамон, лавр, немного перца и мха. Но эти ноты можно разгадывать как кроссворд. Они очень красиво звучат в шлейфе. Деревянный аккорд сплетен из кедра и на мой нос еще смол кипариса и ветивера. Он красиво играет в сердце ароматы, придавая влажность всей композиции и мягкий, слегка кожаный аспект стиракса. Амбра в перемешку с ревенем усаживается вместе с легкой ванилью в базе, а указанный в пирамиде ананас я слышу исключительно с флакона. На моей коже его совершенно не видно, поэтому я не могу отнести его к ароматам с фруктовой сладостью. Но многие говорят, что он там присутствует. В общем и целом, это очень своеобразный, мужественный парфюм для любителей несладкого Востока, звучащего настолько круто, что аж кредитки в портмоне встрепенулись. Алло, это банк? А можно взять мне, пожалуйста, ипотеку на 10 лет? Я хочу еще Клайва Кристиана. А сейчас, без долгих представлений, я хочу представить вам один из самых громких шлейфовых и стойких ароматов в моей коллекции. Непревзойденный Блэк Афгана от Носомата. Об этом на шумевшем аромате Александра Гуальтьери слагали оды буквально все жители свободной республики Фрагрантика. Только представьте, на его страничке более 850 комментариев. Это поистине гигантский коллективный труд, издав книгу, по которому можно поистине получить Пуллицеровскую премию. Для сравнения, в «Преступлении и наказании» Достоевского всего 672 страницы, а в «Войне и мир Толстого» 1300. А количество кликбейтных видео с заголовками «Не покупай черного афганца» и того больше. Пришло время и мне вписать еще одну страничку в эту парфюмерную книгу. В большинстве случаев его описывают либо «Любовь на века», либо «Простецкий арабский парфюм за копейки». Про себя могу сказать, что от любви до ненависти и обратно относительно этого парфюма у меня не просто один шаг, а даже четверть. Иногда я просыпаюсь с мыслью, что сегодня мне не прожить без его горелой травы и жгучей древесины. А иногда, поднося флакон к носу, начинается головокружение. Но одно могу сказать точно, что моя коллекция будет абсолютно неполноценной без этого смолистого красавца. Это как в том мультике. До ровного счета не хватает. Знойный аккорд конопли в сочетании с ладаном, мирой и деревом одурманивающе действует на мой мозг. А бесконечная база из табака и уда делает ощущение крепкого плеча, на который можно положиться в любой ситуации. Моя кожа вытягивает много анималики и мускуса ближе к середине и мне это очень нравится. Я вообще люблю анималику в ароматах. Ее не нужно бояться. Для нее нужна просто правильная дозировка. И смешиваясь с мужской кожей, она только подчеркивает характер настоящего мужчины, который не боится ночью идти в запретный лес. Афганец всегда под настроение. Заменить его невозможно. Хоть рынок и предлагает миллион альтернатив. Но все это, к сожалению, не то пальто. Влюбившись в афганца, отказаться от него в пользу совплемедников крайне сложно, если только он изрядно не надоест. И вам захочется что-то сделанного по мотивам, но с другими акцентами. Я не знаком с его уж совсем ранними выпусками. Говорят, они были невероятно бронебойными. У меня выпуск 2017 года и могу смело сказать, что для него можно заводить отдельный гардероб. Ведь если он попадает на куртку, считай, пропала. Она будет пахнуть годами. А если вы носите что-то меховое, типа дубленки или шубы, вам поможет только дорогостоящая химчистка. За его шлейфом бегут, его звучанию подражают. С ним можно достичь нирваны. В него проваливаешься, как в бездонный колодец, пронзающий землю насквозь. Попадаешь в космическую невесомость и смотришь, как рождается сверхновое. О нем говорить только портить. Еще одним ароматом, прародившим армию клонов и уже 13 лет не слезающий с вершины продаж. А по количеству отзывов на фрагрантике он побил даже предыдущего оратора. Это несомненный шедевр. Мой следующий мужской фаворит. Том Форд. Табака-ваниль. Это чудо появилось на свет в 2007 году. Одним из первых в бытиковой линейке Форда, которую я, признаюсь, исключительно люблю. Когда я впервые услышал этот аромат, я влюбился с первого вздоха, попав в закрытый джентльменский клуб. За главные ноты в этом аромате как пишутся, так и слышатся. Табак и ваниль. Но сколько же невероятных граней в этом бриллианте. Лист табака одновременно терпкий и свежий. Смешиваясь со сладкой ванилью и бобами тонко, выдает красивую ноту вишневой косточки. Эту сладость подогревают сухофрукты, сквозь которые слышится горьковатый нюанс какао. Я никогда не нюхал цветок табака, но мне кажется, что он пахнет именно так, как табака-ваниль при первом распылении. Не заметить этот цветочный нюанс невозможно. Однако его песня не столь долгая, как бы мне хотелось. Его быстро сменяет сам табак с его одновременно сухим и влажным звучанием. Букет из специй в красной деревянной коробочке проступает к середине и утихает сладкой ванильной базой. Вспомните фильм Тома Форда «Одинокий мужчина» с Колином Фертом в главной роли. Какие там невероятные интерьеры! А работа художника-постановщика достойна всех Оскаров мира, наряду с операторской работой. Мне кажется, что табака-ваниль идеально впишется в подобную реальность. Под струнный квартет замечательного композитора Сигеру Омебаяси, написавшего невероятно лирическую музыку для саундтрека. Такая же эстетская лирика заключена и в этот флакон. Это не большой оркестр, а филигранно подобранные инструменты, чтобы в полной мере передать состояние героя. Парфюм умеренно шлифит, создавая элегантный кокон для носителя. Универсальный и на все времена. Он, конечно, очень узнаваем. Когда я его надеваю, окружающие сразу подходят ко мне и говорят, «О, табакованиль! Круто!» Но это говорит только о том, что он перешел в разряд дорогого украшения. Ведь ничто так не блистает, как бриллианты. И спутать их с чем-нибудь другим невозможно. Идеальный смокинг, сшитый по вашим меркам. Он, как искусство времени, рождается для того, чтобы исчезнуть и родиться вновь. Моя коллекция «Монталь», удовую часть которой вы можете посмотреть на моем канале по подсказке, невозможно представить без черного мускуса. Моего любимчика, несколько флаконов которого я заносил просто до дыр. Шутка ли? Это уже моя, кстати, заканчивающаяся третья сотка. В 2010 году на Пьера Монталясь не зашло озарение, и он подумал. «Дай-ка я создам аромат специально для Димы Колония, чтобы он радовался как ребенок и скупал все мои парфюмы как оголтелый. Добавлю туда мягкую кожу, немного перца и мускатного ореха для свежести, приправлю все амброй и удом вдалеке, чтобы он не пугал своей громкостью, и положу все это великолепие на белый мускус, теплый и пушистый. Выкручу стойкость на максимум и добавлю изрядный шлейф, чтобы все его окружение сходило с ума, как играет на нем этот кожаный восток». «Мне кажется, именно так, думал Монталь, создавая этот шедевр. Квинтэссенция всего моего самого любимого. Спасибо, Пьер, за такой роскошный подарок. Осталось только назвать его моим именем и заливать мне литры этого красавца прямо в вены, ведь я готов им пахнуть вечно. Этот серебряный подлец объездил со мной весь мир, часто задвигая другие ароматы на потом. А я ему говорю, посмотри, сколько у меня винтажей стоит, надо же до всех дотянуться. Но нет, он гнет свою линию, заставляя мою руку тянуться именно к нему. Он стал моим настоящим другом, особенно когда я запариваюсь на работе, и у меня нет времени выбирать парфюм. Я знаю точно, что он спасет меня в любой ситуации и будет уместным везде, даже в самые тяжелые рабочие будни. Он настолько шлейфовый, что мое появление на работе часто предвосхищалось Блэк Маском. Если им пахнет все здание, значит Дима на месте. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у коллег, которые вынуждены были его, не побоюсь этого слова, терпеть. Одно время я его так любил, что наносил конкретную овердозу на себя, и им пахло реально все. Он перепрыгивал в воздухе даже на шубы моих сотрудниц. К слову сказать, смеха он звучит просто потрясающе. Но ни мои друзья, ни коллеги никогда не упрекали меня в передозировке этого манталя, из чего я делаю вывод, что он вправду очень приятно пахнет. И не только для меня. Это крутейшая кожа тончайшей выделки, лишенная даже намека на анималику, с таким же чистым мускусом. Этому дуэту я могу кричать «Браво!», пока в горле не пересохнет, отбив в ладони от аплодисментов. Остроту этому мягкому зверю придает черный перец и свежее дерево. Звучит невероятно по-мужски. Особенно его люблю весной под кожаную куртку. Его свежий пряный аспект идеально вписывается в антураж зарождающейся апрельской теплой погоды. Я с ним прошел огонь, воду и медные трубы. Ну он просто чудо как хорош! Обязательно познакомьтесь с ним, ведь это скрытый шедевр, о котором мало кто говорит. Я его вам от сердца отрываю. Ну что ж, это пятерка поистине жемчужины моей коллекции. Сокровища, которые никогда и никому не отдам. Но чахнуть над ними тоже не собираюсь. Ароматы созданы именно для того, чтобы их носили, чтобы ими восхищались, чтобы они дарили нам красоту, радость и эстетику. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, я отвечаю на каждый. Разделяете ли вы со мной утверждения о шедевральности этих парфюмов? Или может быть для вас это парфюмерные кошмары? Ну и про лайки не забывайте. А за всем все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok